салют дамы и господа мальчики и девочки перед вами устройство x star pb2s обновленная версия это не что иное как собственно power bank тире зарядное устройство и целая линейка таких зарядных устройств существует у x star и они с каждым разом допиливают 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 и вот наконец-то допилили до такого момента что придраться мне становится сложно вот я сейчас возьму одно из самых наверное первых таких устройств вот она самая и сюда вставлялись исключительно незащищенные литиевой батареи больше ничего не влазила но из 18650 то что поменьше влазила но интереса было не так много потом выходила еще модель еще модель еще модель и вот это вот обновленная pb2s в которую могут помещаться аккумуляторы типа размера 21700 защищенные то есть они удлиненные чем вот такие вот обычные ну а 18650 естественно не в старую модель в любую уже подходили ну и сюда тоже давайте смотреть что идет в комплекте идет коробка сзади различные описание и немножечко ттх ну и также там проверочный код серии номер но мы к этому сейчас придем точнее к описанию что внутри потому что все это дублируется на самом пауэрбанки пауэрбанки тире зарядки конечно хотелось бы чтобы это было на 4 элемента питания ну и на два тоже неплохо учитывая емкости современного лития смотрим что здесь есть 21700 максимальный размер который поддерживается и теперь это еще раз напомню 21700 защищенный вот старую версию он мог не влезть по габаритам но просто вот мог не влезть и все слава богу сделали что теперь все отлично как пауэрбанк он имеет quick charge 305 30 и соответственно на 12 вольтах 1 и 5 ампера на 9 вольтах 2 ампера если устройство не поймет quick charge или педи 3.0 будет выдавать 5 вольт 2 ампера в любом случае что еще заряд 1 ампер когда два слота 2 ампера когда один слот и 2 ампера на два слота пожалуйста вот и вход тоже quick charge поддерживается и педи 3.0 поддерживается модель pb 2s никаких надписей то что она new абсолютно нет если сравнивать со старой там будет надпись точно такая же чем же она отличается здесь все также выход обычный юсби а и юсби тайп си он может работать и как вход через него зарядка идет и как выход то есть у вас powerbank на два слота один из них юсби тайп си один из них юсби а вот пожалуйста да то есть и сюда же вы и заряжаете аккумуляторы и с него же можете и разряжать очень удобно кнопочка здесь 1 этот язычок для то чтобы вытаскивать аккумуляторы просто тут выглядывают там его спрячьте внутрь собственно вот он то самое внутрь подвижный контакт минусовой в прошлой версии он был гораздо толще сейчас они сделали чуть потоньше хотя выглядит вы скажете куда еще толще но видимо не то что посчитали зачем вот тянете за вот этот ремешочек легко все вынимается можно и так выковырнуть нам так удобней здесь магниты неодимовые на крышке тоже неодимовые магниты плюс на крышке имеется вот такая вот штукенция как вы думаете для чего она переворачивается и вот так вот если поставить аккумуляторы то она не закроет эти аккумуляторы как вы понимаете вот она будет упираться для чего тогда она нужна хочется услышать ваше предположение так закрывается весь день играться можно кто 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 угадает кто догадается зачем она нужно здесь кстати тоже еще есть место видимо для наклеечки наверно хотели сюда что-то еще вклеивать какой-нибудь проверочный код в пресс-форму может раньше был но вот осталась пресс-форма осталось место под наклейку ну тут все больше ничего интересного нет аккумулятор вынимаем интересно здесь вот это вот сова я ее так назвал уж простите вот такая вот сова это собственно проставочка она сразу сдвоенная как оставить разницы нет вот эти вот металлические цилиндры они внутри ходят то есть можно их в одну сторону подпихнуть в другую выпихнуть они нужны для того чтобы устанавливать вот такие вот незащищенные аккумуляторы бесплат защиты потому что без проставочки там большое расстояние да вот он болтается не контачит даже если я возьму какой-нибудь большой 21700 и тоже поставлю без проставочки он также будет болтаться это не защищенный а если я поставлю защищенный то как раз таки без без проставочки он тут как раз таки влезет идеальнейшим образом соответственно 18650 без проставки заход защищенных вот незащищенный тоже будет болтаться но с этим то понятно 18650 вообще проблем никаких нет ладно ставим проставочку каким способом и либо так либо и так ставить можно как угодно здесь вот такая проточка здесь вот такие вот кармашки для нее имеются сюда и стоит не надо или где-то там двигать да вот она должна находиться именно здесь она раз туда коп легла все отлично ставим 18650 защищенную ставим ставим даже вот такую вот 21700 незащищенную этого хватает с проставкой установить как тут так и другую то есть расстояние стало больше вариантов ставить различные аккумуляторов стало больше но единственное что проставочка вас может беспокоить можно было сказать ну зачем эта проставочка просто можно было увеличить на эту длину нижние скользящие минусовые контакты наверно можно было но почему-то решили так не делать наверное что-то все-таки не получилось вот хотя x star может еще и новее версию выпустили уже проставок не будет никаких но у x star во многих моделях уже там не за больше десяти лет наверное ну или лет десять точно бывают различные проставки это я помню кто смотрел мои видео там 10 лет назад знает что там они имеются кто пользуется и к старым тоже знает что они есть в любом случае проставка стоит не мешает а если у вас уже все с защитой аккумулятора то вы просто уберете да и да и все ну либо будете где-то носить отдельно в кармашке так сказать вот все закрываете что дальше происходит powerbank к работе готов он же тире зарядное устройство давайте начали пройдемся по зарядному устройству комплект идет кабель очень классно мне кстати нравится ик старовский кабели вот ик стар я ими пользуюсь заряжаю ими все не только ик стар самые наверное лучшие кабели которые идут в комплекте чтобы как говорится не сглазить вот это тоже кстати к старовский кабель только белый как это все работает как зарядное устройство вставляете и видите 95 процентов 5 и 2 вольта и там сто процентов чтобы посмотреть каждую банку нажимаете банка 1 банка 2 сколько где чего заряжена например убираем поставим эти заряженные банки вот это не заряженная одна ставим я причем ничего не выключал вот вы видите 68 процентов но 68 процентов где чего вы скажете как одна же заряжена но это вот первая банка 3 9 вольт заряжается сейчас двумя амперами вторая банка 42 вольта у нее напряжение она никак не заряжается это то что касается зарядки вроде бы ничего сложного нет отдельно заряжается каждый аккумулятор то есть можно ставить разнобой ничего страшного не будет в отличие от некоторых пауэрбанков которые должны быть все аккумуляторы одинаковые здесь какая разница любой ставьте теперь что касается разряда полезная функция очень которая бывает не во всех пауэрбанках современных но здесь она имеется вот это следующая функция вы когда используете например слаботочечное устройство будь то фонарик или зарядка ваших каких-нибудь беспроводных наушников или еще что-то такое то что мало потребляет ток ну там 100 миллиампер 150 миллиампер современные пауэрбанки при малом потреблении просто отключаются такая функция это не исключение то есть если я поставлю просто так вот включу его пускай он светит через время он просто-напросто отключится я не знаю сколько ждать стоит ли ждать в общем чтобы этого не случилось но вы знаете у вас тоже такое бывает большая проблема самом деле не каждый пауэрбанк это умеет некоторые умеют а вы не знаете как это включить но здесь написано как включить долго ждать на на где-то минуту надо будет как это включить нужно чтобы все выключилось часто произойдет опять же ждем вот выключилась теперь удерживаем и начинает моргать вот так вот с надписью out one видите моргает теперь включен режим для низкого потребления теперь он не выключится то есть вы подключите зарядку ваших там наушников беспроводных в кейсе да там низкое будет потребление то может 100 миллиампер быть иногда и меньше и пауэрбанк не выключится он будет заряжать опять же это удобно для таких всяких ночников фонариков тоже вещь полезная потому что как-то одно время наступило такая такое счастье великое когда ну все решили что а зачем нам низкое потребление будем выключать пауэрбанки не тогда это очень сильно расстроилась вот но и выключается это также удержание по коротком на жане нажатию мы смотрим общий уровень заряда смотрим опять же что там кого и как и собственно вот и все при удержании при включении он у нас выключается по поводу кейк-чарджи всяких да и прочих пиди и тогда и т.д. и т.п. ну вот паяльник но начало показывать наш начался нагрев пошло дело как говорится вот такой вот такая вот штука это прям вот этот кабель комплектных к паяльнику подключил так ну паяльник нагрелся я не знаю нужно демонстрировать чем чем-то канифольку взять как вы видите все отлично 9 вольт 9 вольт 1.5 ампера выдает что еще надо что еще надо больше ничего и не надо собственно что на этом можно подытожить что можно сказать как пауэрбанк вполне хорош универсален ну и прежде всего тем что можно ставить там различные батареи все это дело можно менять как душе угодно да то есть и использовать как пауэрбанк при этом если приспичило все это опять же можно поставить там на зарядку хоть один элемент хоть два хоть сколько ткануть и смотреть как это все счастье заряжается ток естественно будет падать ток будет падать на каждой банке как она чего с тем как будет заряжаться то есть это не всегда двумя амперами как некоторые думают тут все в этом плане в порядке как то так ребятушки пауэрбанка текстар можно крутить вертеть эту крышку как угодно покрытие вот у первой модели было покрытие soft touch она ужасно на него все цепляется она вот такое становится видите липкая это нужно будет все его снимать стирать я уже тут его стирал частично вот так вот она облазит здесь такого покрытия нет здесь обычный пластик во всяком случае кажется на ощупь что ничего такого нет а если есть то может какое-то новое но хз главное чтобы больше такого не было софт тача лежит в руке удобно компактный миниатюрный крышка на магнитах сама она не вывалится сами элементы из него тоже не вывалятся сидят достаточно плотно но единственное что если они будут болтаться у вас да то есть вы поставить какой-то маленький элемент который никак не зафиксирован то конечно да это будет все это дело будет болтаться вот ну поближе еще раз минусовые контакты плюсовые контакты общая длина внутри ну минусовой он прожимается до самого низа как вы видите до самого основания он прям туда входит давайте примерно до туда и измерим с вами ну получается где-то 79 и 5 где-то так наверное есть 79 и 5 миллиметра вот такая вот история так что в принципе защищенные сюда влез без проблем но другой вопрос можно было ли обойтись без проставки может быть и можно было но тогда 18650 и им бы точно нужна была наверно проставка в общем надо думать над этим вопросом может экстар что-то придумает а пока что ставим сову на место и заряжаем любыми батареями но большими желательно тут весь расчет например что вы возьмете 21 700 4200 миллиампер от две батареи вот вам powerbank на 8 400 до почему бы нет ну и за одной зарядкой powerbank это универсальность универсальность это в принципе хорошая вещь когда можно таким пользоваться тут заряжает одно вторая заряжена ну ладно пускай заряжается как то так как два пальца от контакта на этом все спасибо за внимание у микрофона был олег гром хороших вам зарядных устройств и чтобы аккумуляторы поменьше изнашивались и всегда в нужный момент оказывались заряженными не так как бывает раз взял он разряжен удачи